Субтитры сделал DimaTorzok В нашей семье мне досталась роль, дурочка Здорово, ютубуините, это очень странно, но это влог Сейчас мы с Инной Давай еще раз Едем в Каш Каш Это максимально маленький туристический город на юге Турции, который ютится вблизи высоких гор В нем нет помпезных гигантских отелей и пляжей, но есть уютные улочки с огромным количеством котиков, маленьких ресторанчиков и сувенирных лавочек, занимающих наверное 99% свободного пространства Каш настолько маленький, что обойти его можно всего за пару часов вдоль и поперек Вот вам в сравнении Zenith Arena На мой взгляд она намного больше центральной части Но не думайте, что заскучаете здесь Переплетение узких аутентичных улочек, цветущих растений, маленьких зданий и светлого камня – это суперпозиция идеальных критериев для портретной съемки Несколько съемок на улицах Каши я уже провел И я уверен, что приезжать сюда можно сотни раз и не переставать находить интересные локации для фотографий Единственное, что стоит запастись моделями Добраться до Каши можно криво-кос на автобусе с пересадкой в городе Фитие Такая поездка обойдется вам в 170 лир, это где-то 600 рублей на человека Либо лучше арендовать на пару дней авто И с расчетом компании на троих цена будет подобная Зато вы сэкономите кучу времени, срезая путь через горы Проедете по очень красивому южному побережью с исполинскими горными хребтами Трассами, проходящими вблизи морского берега И по одному из самых красивейших прибрежных серпантинов на территории Турции По версии Инны Которая большую часть дороги просто банькает Кстати, этот серпантин длиной 16 километров Я проезжаю за полчаса Где-то со средней скоростью 30 километров в час Но для первого раза лучше заложить часа два Так как вы точно захотите остановиться у каждого поворота Ну а если решите проскочить не останавливаясь Запаситесь для пассажиров таблетками от укачивания Планируйте свои поездки заранее А не как мы У нас совершенно спонтанная поездка в Кашме Они придумали только вчера Я хочу поснимать, во-первых, стриток на 24 миллиметра Вилтрекс Потому что я до сих пор на него не записал обзор Полетать на дроне Ну и просто немножечко почилить Как дела? Проснулась? Мы докатили до каши Ура! Теперь можно покушать наконец-то Мы как профессиональные анальные влогеры Должны пойти в самый центр каши И пофотографировать немножечко там А жить мы сегодня будем вон там Вон на том полуострове Мы арендовали гостиничку с классным видом И я там очень-очень хочу полетать на дроне А Инна будет голой, как всегда Собака Кепик Первым делом надо прогуляться и затестить мой новый Вилтрекс 24 миллиметра F1.8 Я фоткаю все Каш настолько маленький, что его можно обойти буквально за 10 минут Он реально мелкий Бегом пробежать Чпык, чпык, чпык ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я еще записывал ревью на 35-ку Я говорил, что очень хочу прикупить 24 миллиметра для съемки влогов с рук Ведь его вес всего 348 грамм А в совокупности с наличием автофокуса И возможностью стабилизации видео через каталист браузер Можно спокойно проводить съемку с рук Взяли и не рюкзак Он классненький Смотрите, он сшит из разных кусочков Он очень тактильный, он очень мягенький Вот здесь на спине такая мягенькая тоже прослоечка Просто прелесть А у меня самая крутая на свете бананка Теперь у меня мягкая бананка В которой я буду складывать всякие ништячки Которые я всегда в любой момент смогу достать И вкусить их вместе с иной Теперь у нас капл лук Капл лук И все это тряпичное Ой, мы пересвечены с тобой в хлам Скрываемся в тень Уходим в тень В возрасте 32 лет я себе позволил классную бананку из тряпки Вот у тебя попа в смоле Понятно, моя попа в смоле Вот сложность Я потратил максимум 15 минут на прогулку по городу И сделал сотню фотографий 40 из которых закинул в серию Посмотреть ее можно по ссылке в описании Паша! Да Здорово, давно тебя не видел Совершенно случайно, без предупреждения Вообще-то этого не подозревал Но здесь оказывается Паша Он летает на FPV-дроне И, короче, совершенно случайно У нас также дроны оказались в рюкзаках Поэтому сейчас пойдем летать В самом Каше я летал В верхней части города летал Снаружи и внутри отеля тоже летал Мимо мечети летал Вдоль берега летал Надо что-то новое придумать На полуострове Каше есть заброшенный отель Мы в него и идем Там постараемся полетать Добраться до отеля можно на машинке Ну, либо пехом Просто уровень безопасности в Турции Забор Отломанный Я вижу дно Прикатывайте сюда Берете дрон Запускаете его И летите вон туда На самое-самое дно Моя самая лучшая на свете Бананочка Она такая приятная Ее очень приятно Щупать Как твои сиси Вообще-то влог снимай Касаемо влога Это очень классное место Здесь интересно полетать Фристайлить Просто пушка Есть разные локации Где можно действительно Делать крутые шипинти-клюки Но сегодня мы будем Чисто снимать Синематик Это ровные такие пролётики Разрешение на полёт предъявите Пожалуйста Где она Забыл дома Понятно К нам с Пашей Ещё присоединился Шамхал Очень крутой Пиви-пилот Летающий прост На ёлы Ну а мы только учимся Мы с Инной ждём Пока солнышко Спустится вот Из-за этой тучки И тогда будет Очень-очень красивый закат Вот примерно такой Чпык Солнышко Инна, надо бежать наверх Форест Ран, Форест Ран Паша Заводи машину Ра-та-та-та-та-та-та Без эпичных фейлов К сожалению Не обошлось Я выстроил Охренительный лайнап Быстрый пролёт По комплексу Но как только Я залетел За круглое здание Картинка на моей весте Просто отвалилась Чёрный экран Ба-бах И картинка восстанавливается Чудом Дрон не попал Кому-нибудь в голову Да и после Смачного приземления На пузико Я смог его вернуть домой И тут мне хотелось бы Разобрать эпичность Этого падения Вернёмся к началу Я лечу между зданий Идеальный сигнал Бах Тут картинка Полностью исчезает Я по инерции Пытаюсь его выровнять Вслепую Дрон начинает Заваливаться На правый бок Картинки Всё ещё нет За пару метров До земли Я активирую Режим Horizon Чтобы дрон Автоматически Вышел в горизонт Благодаря чему Он резко выравнивается И плюхается На пузико Из-за удара На одном из моторов Лопаются спицы Колокола И с большим трудом И скрипом Я возвращаю его домой Это был замечательный денёк Мы не убили Ни одного дрона И все дроны целы Закат с этой точки Просто невероятный А всего в паре километров Находится греческий остров До которого В принципе Можно спокойно Долететь и на коптере А потом И грести от погранцов Я прям представляю Как ты такое гребёшь На этой лодке И тебя вылавливают С той стороны погрещики Круто Так красиво Сегодня Это очень хороший день Охереть Я ни хера не выспался Этот номер Конечно классный И здесь вообще Все круто Но меня всю ночь Жрали комары И я просыпался В 3 часа ночи В 4 часа утра В 5 часов утра В 7 часов утра Двух комаров Я даже завалил Доброе утро Вас не жрали комары Ночью У нас в гостинице Включен завтрак Нам принесли еду Мне кажется Они что-то намекают Я решил полетать В отельчике Поэтому летать я буду Сегодня на протеке 35 Снимать я буду на GoPro 6 Black Она старинная Но у неё потрясающее качество Она пролежала целые сутки На глубине 10 метров В солёной воде Но до сих пор работает Удивление Что у тебя за модный прикид Это классный свитерок Производство очень дорогого бренда Он слишком известен Чтобы его называть Летать я буду без ND-фильтра Потому что в помещении Очень темно И если я поставлю ND-фильтр Я получу более плавную картинку На улице Но к сожалению Внутри здания Будет просто чернота И там завышенные 100 из 600 А 1600 на гоупрохе Это такая просто ужасно Мутная Шумная картинка Что она никому не понравится Поэтому я снимаю без ND-фильтра Одной баточки хватило Чтобы всё отлетать Ну и по традиции Мы заскочили на пляж Капуташ Вообще это место Обязательно для посещения В любое время года Приезжаешь в Каш В Алина Капуташ Это небольшой Абсолютно бесплатный пляж Золотым песком И лазурным морем Окружённый высокими скалами Кто бы сомневался 3 декабря Пляж Капуташ До хренища народа Что вы здесь все делаете Идите домой Даже в декабре народу не сказать Что мало Представьте что здесь творится Вообще в сезон Поэтому приезжать рекомендуется На рассвете Ну либо в феврале В яркий солнечный день Здесь все так же тепло И можно спокойно принимать Солнечные ванны Ну и море для суровых российских зим Просто обжигающе жаркое Аж целых плюс 18 градусов Кстати тут нет частников И приставал навязывающих Свои услуги Парковка бесплатная А спуск к морю Хорошо обустроен муниципалитетом Здесь же есть перекусочная С супер низкими ценами Бесплатный туалет И душ с пресной водой Секретный влог В общем Максим сейчас гоняет на машинке По серпантину Используя ND фильтр У нас появляется возможность Поставить выдержку более короткую Сейчас мы ставим 1,120 секунды Снимая на открытом солнце У нас выдержка Вообще в целом Экспозиция фиксирована Снимая на открытом солнце Мы получаем идеальную картинку Но когда дрон залетает внутрь ущелья Картинка сильно падает Она становится очень темной И чтобы эту яркость компенсировать Чуть-чуть приподнять Мы даем шаг ИСО От 100 до ИСО 400 И вот за счет этого шага Картинка в ущелье поднимается Становится ярче От 100 до ИСО 400 Расп див辺 Снимая на открытом солнце Паша его снимает на дроне, а я ушла на пляжик греться солнышко. Сегодня 4 декабря, а народ купается, загорает и просто кайфует. А я в шерстяных носочках. Максимка, это тебе привет. Здравствуйте. А вы здесь одна заходите? Да. Теперь нет. Итак, фиксируем на камеру. Максим сказал, что если я сейчас любой камушек положу, и эта башенка не разрушится, он купит мне 3 мороженка. Если разрушится, то 2. Я почти ничего не теряю. Хи-хи. А мы что не купаемся? А у нас тут купольников. У меня есть трусы. 4 декабря, повторяю уже в 10-тысячный раз, но я залезаю в воду. Я еще в белых трусах, а они в воде становятся прозрачными просто. Крупные кадры нужны? Хи-хи-хи. Хи-хи. Хи-хи-хи. Ура! 2 октября облака сняты без нд-фильтра на короткую выдержку облака сняты с нд-фильтром на длинную выдержку им ты попробовал рыбку надо проводить рыбку не менее ты берешь телефон переворачиваешь включаешь 0 5 линзу и скорость два раза меньше просто вот так вот выводишь любую блюдо кипик будете в анталье выделите пару дней на то чтобы посетить кашу этого будет достаточно чтобы прочувствовать ритм жизни уютного городка где время течет медленно удаленщики спокойно работают на улице местная фауна отлично приспособилась к интернациональному общению а цены не оставят вас без штанов пьем кофе и валим домой и еще привет малышки